Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, снова праздник на моем канале, на нашем с вами канале. Мы набрали 900 подписчиков, мы растем, мы развиваемся и мы идем к нашей заветной цели набрать первоначально 1000 подписчиков. Друзья, начинаю со слов благодарности. Спасибо огромное каждому из вас. Спасибо за то, что вы смотрите мои видосы, за то, что вы их комментируете, за то, что вы делаете меня лучше, друзья. Вы мне многое подсказываете, вы учите меня каким-то нюансам на фондовом рынке. Я сам, по сути, новичок, я только второй год этим занимаюсь. Ну а на ютубе, кто не в курсе, я с 3 марта 2020 года в самый разгар коронавирусного кризиса решил я создать свой канал для того, чтобы держать себя в тонусе, для того, чтобы не опускать рук. Ну и мы как-то друг друга подбадривали, поддерживали, делились новостями, рассказывали, у кого как идут дела. Дела у всех шли плохо в тот период. Ну и было страшно, было жутко, друзья, но мы справились, мы выбрались и, в общем-то, я надеюсь, больше подобных обвалов мы в ближайшее время не увидим. Так что, друзья, спасибо огромное каждому, спасибо за вашу активность, больше лайков, больше комментариев, так держать. Ну и давайте, друзья, ради любопытства попытаемся найти то место на графике моих активов в брокере открытия, в котором я завел свой канал об инвестициях. Вот, смотрите, мой годовой график. Так, сейчас мы найдем финансовый результат. Вот, смотрите, с 23 февраля все начало падать. У меня на тот момент было плюс 33 тысячи. Так, вот, смотрите, 1 марта минус 6 тысяч. Ну, здесь только показывается понедельник. Вот, друзья, между 1 и 8 марта я создал канал в самом-самом начале падения. Ну и потом с ужасом стал наблюдать, что стало происходить дальше. Вот, смотрите, дальше в минус 67 тысяч я ушел, в минус 66. Ну и потихонечку потом все начало восстанавливаться. Все происходило, друзья, на ваших глазах. Вот, к 19 апреля минус 40 тысяч у меня было в портфеле. 26 апреля минус 34. 3 мая минус 24 тысячи. И где-то 30-го, по-моему, или 31 апреля я создал свой брокерский счет в иностранных акциях. Потом дело пошло на лад. Получается, что примерно в начале июля мой портфель вышел в плюс по итогам этого года. Ну и сейчас результаты уже очень даже впечатляющие. Плюс 82 тысячи за год и плюс 26% годовых. Так что, друзья, я очень рад и благодарен тем, кто был со мной все это сложное время. Мы вместе с вами, в общем-то, в комментариях, я помню, ужасались тому, что происходит. Думали, гадали, сколько это все будет продолжаться. Гадали, когда это все закончится и чем это все закончится. Ну, честно скажу, не было тогда полного понимания и убежденности, что кризис будет таким скоротечным. На самом деле, ничего страшного, по большому счету, и не случилось. Надо было всего лишь навсего три недели не лишний раз нервировать себя, не заходить в приложение брокера. А еще лучшим вариантом было, конечно же, в тот период докупать активы. Соответственно, если вот с 15 марта в самом низу, на самом дне была бы возможность серьезно увеличить свой портфель, то сейчас результаты были бы, я так думаю, не плюс 26%, а может быть плюс 30% и даже плюс 50%. Ну и теперь, друзья, я поделюсь своими планами относительно канала и относительно того, как он может развиваться в будущем. Все это зависит от одного очень важного обстоятельства. На ютубе есть такое понятие «монетизация». Монетизация означает получение дохода администраторам канала, ну, в данном случае мной. Зависит это от следующих обстоятельств. Для того, чтобы подключить монетизацию, у автора должно быть как минимум 1 тысяча подписчиков. Далее, на канале за последние 12 месяцев необходимо набрать не менее 4 тысяч часов просмотра. Вот первый показатель мы с вами успешно выполняем. Второй показатель у меня уже давно выполнен, так что мне осталось только набрать 1 тысячу подписчиков, соответственно, чтобы подписалось еще не менее 100 человек. Автор должен проживать в стране, где действует партнерская программа. Автору необходимо следовать правилам YouTube. Канал должен быть связан с аккаутом EndSense. Ну, в общем-то, это основные условия. После того, как канал набирает тысячу подписчиков и 4 тысячи часов за календарный год, можно подать заявку на монетизацию. Она некоторое время рассматривается. Занимает это по-разному. Я смотрел информацию у других блогеров. У кого-то это заняло буквально неделю, у кого-то бывает даже до нескольких месяцев и до полугода, я слышал. Зависит, я так понимаю, от контента. Ну, и если эту монетизацию одобряют, я так думаю, вы обращали внимание, что на некоторых роликах в YouTube бывает реклама. Соответственно, YouTube будет впихивать рекламу в мои ролики, если я эту монетизацию себе успешно подключу. И в том случае, если вы будете их просматривать, соответственно, YouTube мне будет за это платить. Платить он мне будет примерно, я так думаю, около 3-4 долларов за 1 тысячу просмотров. Примерно такая такса установлена для каналов об инвестициях. Но при этом, естественно, не любой просмотр засчитывается в платный. Но это уже отдельная кухня, это уже отдельная история. Поэтому, друзья, дальнейшая динамика нашего канала будет зависеть именно от этого. Если я набираю 1000 подписчиков, ее я, естественно, я так думаю, наберу. По моим прогнозам это случится до конца этого месяца. По динамике развития канала. Ну и, соответственно, в конце августа я подам заявку на монетизацию. Если мне эту монетизацию подключат и канал будет приносить мне какой-то дополнительный, пусть и небольшой доход. Ну, по мере развития потом этот доход, в принципе, может и увеличиваться и становиться уже значительным. В этом случае я, конечно, буду продолжать уделять каналу значительное время. Если вдруг YouTube мне эту монетизацию не подключает. Такое тоже бывает, например, в случае нарушения авторских прав, в случае, да, куча, может быть, причин. Они могут посчитать, что мои видосы не соответствуют какому-либо законодательству, еще по каким-то причинам. Не соответствуют правилам партнерских программ. В этом случае мне может быть отказано. Ну и тогда уже, друзья, я, конечно, буду принимать решение, стоит ли продолжать этим заниматься дальше. Потому что, конечно, хотелось бы получать какую-то финансовую отдачу от всего происходящего. Хотя, безусловно, для меня это все начиналось как хобби. Но сейчас уже я стараюсь это делать довольно регулярно, довольно системно, скажем так. Ну и хотелось бы получать какой-то выхлоп от моего хобби. Поэтому, друзья, ждем 1000 подписчиков. Поэтому, если вы можете мне в этом вопросе как-то поспособствовать, рекомендуйте мой канал, рекомендуйте мои видосы, рассылайте их друзьям. Рекомендуйте подписываться на мои произведения. Ну и давайте дождемся, что мне скажет YouTube, будет ли он мне платить денежку за мои видео. Если это случится, тогда, я думаю, мы будем с вами работать и дальше, общаться и дальше. Если этого не произойдет, тогда я уже буду думать, стоит ли дальше этот бизнес-проект развивать. Посмотрим, друзья. Всем, кому это все любопытно и интересно, подписывайтесь, добавляйте мне подписчиков, потому что наша цель набрать заветную тысячу. Поставьте лайк за это видео. И всего вам самого доброго. Главное, друзья, не болейте. Пока-пока.